В период от 2024 года президентом Российской Федерации перед системой образования было поставлено две глобальные задачи. Первая задача – это вхождение нашей страны в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. И вторая большая задача – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Исходя из этих задач были и определены национальные проекты, в том числе и национальный проект образования. Вместе с решением других задач в городах и селах началось строительство школ, детских садов и ясли. В 2019 году была завершена масштабная реконструкция 17-й гимназии Черкесском. Ценовоселье справила начальная школа этого образовательного учреждения. Теперь ребятишки размещаются в комфортных условиях. По словам Инны Кравченко, такие же современные объекты появятся и в сельских населенных пунктах. До 2022 года в Карачаево-Черкесии будут возведены еще три новые школы. Кроме того, уже в следующем году должно завершиться строительство пристроек детским садикам для ясельных групп. Таким образом, 14 пристроек к существующим дошкольным образовательным организациям в нашей республике до 2021 года появятся. Министр образования также отметила, что школы республики и дальше будут пополняться необходимым оборудованием. Напомним, что в минувшем году некоторые образовательные учреждения республики, как городские, так и сельские, получили туристические палатки, швейные машинки, спортивный инвентарь, лабораторное оборудование и так далее. В школах открылись различные кружки. Теперь дети могут в свободное от учебы время заниматься тем, чем им интересно. Развивать свои таланты и навыки. К примеру, научиться шить или рисовать. Основы программирования, дизайна и робототехники, достижения в области IT-технологии. Всё это в скором времени также будет доступно юным жителям Карачао-Черкесии. Планируется запустить детские технопарки, кванториумы. Это поможет ученикам местных школ погрузиться в интересующие их сферы с помощью собственных проектов. Площадка кванториума даёт возможность попробовать себя в различных направлениях технического творчества и в естественно-научном направлении. Ребёнок может фантазировать, изобретать, на практике выполнять, что сегодня недоступно в рамках школы либо учреждений доп. образования. Помимо того, что мы обновляем оборудование, большой плюс этих проектов, что наши учителя в рамках реализации данных проектов проходят повышение квалификации в иных субъектах Российской Федерации по таким предметам, как ОБЖ, информатика и технология. Большой акцент делается именно на эти предметы. И учителя изучают такие направления, как моделирование, 3D-моделирование. Участники заседания задали министру образования и науки республики интересующие их вопросы. Депутат парламента Алексей Ганшин отметил, что необходимо сделать всё, чтобы учителям, получив доплаты из федерального бюджета, при этом не потеряли региональные. Нужно отслеживать, как идёт начисление зарплаты учителям в самих образовательных учреждениях, добавил он. Не окажется ли доплата, которую из федеральных средств мы выплачивать будем, 5 тысяч, а вот та доплата, которую вы сказали, от 700 рублей до 2 тысяч рублей, она должна сейчас, как сказал Владимир Владимирович, пойти плюсом, да, то есть сохраниться. Вот вы сможете отследить вот этот момент с помощью управления образованием города и районов. Кроме того, у участников заседания были вопросы и по программе «Земский учитель». У вас очень хорошая программа по «Земскому учителю» и большое количество уже претендентов, и до середины апреля их количество увеличится. Мы не оголим городские школы, направив в село учителей, при том, будем говорить, всё-таки у нас есть дефицит по определённым специальностям и здесь. Из города учителя не пойдут в сельскую местность таким потоком, как мы говорим. Скорее всего, учителя, вот мы анализировали ситуацию на сегодняшний день, на сегодняшний день в сельскую местность и участвуя в данной программе идут учителя, которые работают в иной сфере. Это, допустим, сегодня он воспитатель, да, но имеет образование, общее образование, да, он идёт тогда туда. Или он сегодня вожатый, но тоже имеет педагогическое образование и тоже желание, или преподаватель СПО даже. У нас есть и такие, которые сегодня с СПО готовы переехать или пойти учителем в школу работать. Такие тоже есть. Был поднят вопрос и обеспечение младшеклассников горячим питанием. Здесь действительно есть некоторые сложности. В 16 школах республики нет ни столовых, ни помещений для приёма пищи. Этот вопрос будет решён, пообещала министр образования. Что же касается финансирования, оно будет осуществлено в таком соотношении. 80% должен обеспечить федеральный бюджет, 20% – региональный. Ватима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.